друзья добрый день у нас 2 сентября подготовка в зиму сбор семьи в зиму меня многие упрекают что я не сокращая семьи в зиму и на полных корпусах хочу высказать свое мнение никому никогда не даю советы не делаю это и не хочу этого делать я просто показываю что и как я делаю это всего этого здесь у меня семья уже сокращена до 8 рамок вот сейчас хочу перебрать посмотреть сколько там расплод засев надо мне будет сократить рамок до 5 потому что по осени поздней осени ближе к зиме хочу кое-какой эксперимент провести и надо мне и максимально сократить но это все буду делать потом поставлю пустой корпус сокращу сейчас просто гляну что к чему сокращают либо только слабые семьи очень-очень слабо либо вот как в данном случае для какого-то эксперимента первые годы значит пчеловодства смотрел я ролики таких уважаемых людей как например михалёв и володя жуков штампует тоже видео чуть не каждый день подготовки семей в зиму день не рассказывают литературные истины где нужно крайние рамки медовые ставить ну естественно чтобы крайне были медовые рамочки потом дальше печатный далее не печатный самом центре уже поставить суш чтобы маточка могла засеять больше пчелы вышла в зиму семья была сильная и получается что при закорме сначала они доливают крайние потом те рамки из которых выйдет печатный расплод далее 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 таким образом потом в центре формируется клуб и в общем будет все идеально сформированное гнездо середине клуб по краям кормовые все идеальная литература данное действие подтвердит и описывает когда спрашиваешь а пользуетесь ли вы таким способом или просто показываете как надо делать то тут как бы возникает небольшая тишина я например от не могу поверить что те у кого пасека а у этих ребят пасеки 100 семей плюс могут начать позволить себе по осени перебирать и сокращать каждую семью а по весне все заново расширять ребята это просто нелогично на больших пасеках не может быть вот индивидуального это у меня 10 семей там да вот каждый перебрал посмотрел три часа потратил в подготовку одну рамочку поставил другой там убрал и прочее прочее на больших пасеках все вообще идет единый групповой подход иногда смотришь жукова и смеешься он даже сам говорит что не знает сколько у него семей но показывает как зимой ковыряется с семьями по осени перебирает там отводки одну там или две семьи если так делать всегда со всеми семьями то можно вообще стать рабом на пасеке даже если есть помощники да и не успеешь никогда этого сделать вот тогда ребята зачем вы это показываете как правильно делать если сами этим не пользуетесь поступаетесь по-другому показывайте как вы делаете а люди сами разберутся что надо что не надо каждый примет решение сам поэтому я показываю как делаю пасек у меня небольшая казалось бы самое то там сокращая семьи у меня ребята реально нет на это время и не хочу я тратить время по осени и по весне как мы после отбора меда всего причем мед я ставлю пустой корпус снизу это необходимо по многим причинам начинаю закорм закармливаю в среднем от двадцати до двадцати пяти килограмм сахара я сюда и нас далее настраиваю вентиляцию и все все легко и просто где бы ни расположился клуб он будет всегда с кормами то есть путь с одного края или другого края когда распадется клуб если он сидел там с одного края то противоположные рамки станут для него доступны по весне и она сразу будет с кормами то есть не надо весной расширять и весной и осенью я часть работ минимизирую при правильной вентиляции и благодаря пустому корпусу рамки не плесневеют все тогда зачем создавать себе проблемы а потом с гордостью рассказывать что вы преодолели когда можно сразу сделать как лучше и удобнее для вас и только для вас поэтому вот здесь вот понятная ситуация с кормами все плохо пару рамок непонятно каких расплод еще печатные чуть попозже поставлю пустой корпус сокращу до пяти рамок и сделаю за корм ну а далее до октября ноября трогать эту семью не буду и уже ближе к ноябрю совершу свой скажем так эксперимент ну вот такие вот дела так что будьте проще делайте все проще подстраивайтесь под себя и все будет хорошо пока пока